Всем привет, с вами Прия. После Рыцаря Смерти, полного его разбора, всех специализаций, всех способностей, всех умений различных интересных и перенесенных артефактных азеритовых трейдов, хочется рассмотреть воина полностью. Рассмотрим специализации, посмотрим как изменилась ветка талантов, какие таланты перенесли в какие-то определенные тиры талантов, какие таланты являются измененными, новыми и удаленными. Приступим к разбору и сначала начнем с общих изменений. Все-таки нужно учиться на ошибках, в ДК видосики была она допущена в количестве одной штучки, общие изменения были рассмотрены в конце видосика. Но кто так делает, зачем? Общие изменения нужно смотреть конкретно в начале видосика. Начнем же. Блок щитом, который вы видите. Вихрь. Вмешательство. Отражение заклинаний. Мощный удар щитом. Казень. Теперь имеется абсолютно у всех специализаций. Также стойкость к боли, не стоит о ней забывать. Сокрушительный бросок. Это новая способность, которая позволяет игнорировать броню и снимать с цели любые эффекты невосприимчивости к магии. Для кого-то она новая, для кого-то она давно забытая, старая. Далее, провокации еще, конечно, не стоит о ней забывать. Самая нужная кнопка в DD-спеке. Ну, мало ли, вдруг нужно моба куда-нибудь подвезти или что-то типа такого сделать. Также подрезание сухожилий. Немаловажная кнопка, которая позволяет уменьшить скорость передвижения цели на 50% на 15 секунд. Общие изменения довольно-таки краткие. Тут не нужно как-то особенно рассуждать, вести монолог насчет них. То есть, просто некоторые дефенс-кнопки теперь будут иметься и в армсе, и в неистовстве. Это замечательно. То есть, если у вас трудности в прокачке будут в тот момент, когда вы напулите, например, много мобов, можно нажать стойкость к боли или прям взять, надеть щиток, нажать еще и блок щитом и следовать танковской ротации. Путем нажатия мощного удара щитом. Приступим к разбору специализаций. Первая специализация, мое родное поле боя, скажем так, в котором я отыграл уже довольно-таки большое время, это защита. Ветка талантов довольно-таки интересно переделана. Вот мы ее сейчас видим на Shadowlands версии. Запомните ее. Она довольно-таки интересная, вы уже увидите в ней интересные новые таланты. Также заметьте то, что некоторые таланты просто-напросто, ну, взяли и перетащили. Например, в гущу боя, например, неудержимая сила и сокрушитель поменялись местами. Например, сотрясение земли и удар громовержца поменялись местами. Управление гневом и жесткий отпор, ну, это никак не влияет на их выбор. То есть мы не теряем с этого ничего и не приобретаем. Ну, сместились они влево, сместились вправо, какая разница? Самое главное, чтобы они между тиров не летали разных. Вот что самое главное в выборе талантов. Но все же, открою вам БФА на секундочку, и вы увидите, насколько сильно поменялась ветка талантов. Взгляните на нее. То есть луженая глотка куда-то уехала, неукротимость уехала, лютая месть, по-моему, тоже. Очень-очень много всяких изменений талантов. И сейчас потихоньку будем с этим разбираться. Открою вновь Shadowlands, все-таки там картинка намного красивее. И будем рассуждать насчет всех этих изменений. Военная машина – это новый талант. Ну, он есть в фурике, но просто-напросто его еще и протух пихнули. Автоатаки дают на 50% больше атаки. И при убийстве цели мы получаем ярость и еще увеличиваем скорость передвижения свою на 30%. Верная победа теперь хилит 30% вместо 20%. В целом это интересно. Удвоенное время – это плюс один заряд к рывку. Рывок теперь используется только к противнику. Где он у нас, чтобы показать его? Вот он. Устремляется к противнику, нанося урон и бездвиживая его на секунду. Дает ярость. То есть, если мы возьмем удвоенное время, само собой будет два заряда рывка. Вмешательство же теперь делается только к союзнику. Также вмешательство заимело еще в себе свойства по таланту телохранитель. Стоит это учитывать и, может быть, когда-то в какой-то ситуации это будет полезно. Далее, касательно смены талантов и различных изменений. То есть, удвоенное время встало вместо трескучего грома. Трескучий гром у нас ушел, получается, на четвертую полосу. Теперь находится слева этот талант вместо второй полосы слева. Сотрясение земли и удар громовержца переместились с пятой БФАшной полосы на вторую Шадоулендсовскую. Да. Неудержимая сила и Сокрушитель тоже поменяли свои места в тире талантов. Устрашение ранее было на пятой полосе в БФА. Слева оно находилось. Теперь же находится справа на четвертой. Неукротимость в Шадоулендсе находится в пятой полосе по центру, в БФА находилась в четвертой полосе слева. Также у неукротимости есть дополнительное свойство, а именно восполнение 1% максимального запаса здоровья за каждые 10 единиц затраченной ярости. Я помню этот бонус из наручей легендарных в Легионе. Это был хороший бонус. Раги тогда очень много накапливалось, и в целом Воин очень хорошо себя чувствовал при получении небольшого количества дэмэджа. Что будет в текущий момент? Стоит ли брать этот талант? Вопрос очень хороший. Я думаю, он еще проявит себя такой талант, как никогда не сдаваться. Ранее он был на четвертой полосе по центру в БФА, теперь он на пятой полосе справа. В Гущу Боя ранее была на первой полосе, но теперь там стоит военная машина. Луженая Глотка ранее была слева в шестой полосе, теперь по центру. И получается все на этом. Такие вот изменения талантов. Кажется много, а на деле, ну да, туда-сюда перекинули немножко, там чуть-чуть поменяли, там чуть-чуть прикрутили. Некоторые дополнительные свойства, да и все на этом. По-моему, у Луженой Глотки даже бафчик имеется небольшой. А именно на 5% больше дэмэджа теперь делается по тем целям, по которым прошел деморализующий крик. Если пройтись по способностям Воина, то хочется подметить Авангард. Теперь он бафает 75% от силы нашу броню вместо 60. Привычные нам таланты Battle for Azeroth. Ну, для вас, для фури-воинов. Я вот, например, фури-ветку вижу впервые, но полностью разобрался с изменениями и готов насчет них высказаться. Поехали. Запомнили бафа-ветку, теперь переходим к ветке Shadowlands. Она весьма интересная и, да, там тоже есть изменения. Там тоже поменяли тиры талантов и какие-то таланты новые, какие-то удаленные. Поехали. Что у нас получается? Свежее мясо и внутренняя ярость просто-напросто поменялись местами. То есть вот она внутренняя ярость и вот оно свежее мясо. Свежее мясо также заимело, насколько я правильно понимаю, новый эффект. А именно то, что кровожадность всегда дает нам эффект иступления при первом поражении цели. А также с повышенной 15% вероятностью может вызвать иступление. Замечательно ли это? Ну, я думаю, это весьма интересный бонус и фури-воины реально это оценят. Талант кровопролития был немножко изменен. А именно, он просто поменялся касательно своего местоположения. Теперь он, получается, находится у нас вместо пятой полосы по центру в третьей полосе по центру. И к тому же вместо привычных изменений процентов по казне имеется дополнительный эффект в виде уменьшенного кд на казнь. Это интересно, классно, круто. Боевой запал. Талант, который, как мне кажется, просто-напросто взят из армса. Вихрь создает на 3 единицы больше ярости. Также поражает основную цель эффектом мощный удар. Мощный удар теперь доступен фури-ку. Все, можно спокойно юзать. Далее, что получается интересного еще, если так рассмотреть? Натиск. Это новый талант. Жестоко атакует противника, нанося урон и при этом требует состояние иступления. Т-10 ярости, кд-10 секунд. Ну, как я правильно понимаю, это кд будет уменьшено за счет скорости. Например, если надеть какую-нибудь вещичку со скоростью, то будет ли кд изменено? Да, 9,9. То есть, все абсолютно верно. Ну, цифра написана зеленой. Поэтому так все и происходит. Пушечное ядро. Как мне кажется, это просто бафнутое рассечение плоти. Либо я просто не понимаю эту механику. Когда вы получаете эффект вступления, урон от вашего следующего вихря с вероятностью 25% увеличивается на 300%. Дэмэдж от вихря, он немножко ограничен касательно нанесения по целям дэмэджа в плане количества целей. И таким образом можно хотя бы зацепить максимальное количество целей, какое возможно. И еще и надамагать достаточно много. Если пройтись по способностям, то иступление теперь бафает обычную скорость на 15% вместо 25%. Это немножко грустно, но а что поделать? Если меньше хосты становится, то в итоге меньше придется жать по кнопочкам. Вау, будет больше автоатак. Как интересно. Идем дальше. Далее нас ждет Армс Воин. Внимательно рассмотрим таланты Армс Воина на БФА версии. То есть, что у нас тут военная машина, внезапная смерть, опустошитель в ласт тире, бесстрашие. Кстати, стоит к нему, правда, немножечко присмотреться. То есть, тут превосходство дает нам 2 заряда и увеличивает наш следующий иммортал на 10%. Это все классно, это круто, конечно же. Аватара там, да, бафает дэмэдж на 20%. Теперь мы переносимся на Shadowlands, ветку талантов. Там столько много изменений, я просто устал их искать. Ну, серьезно вам говорю. Их нет. Абсолютно ноль изменений талантов. Возможно, это пока что, но если так все и останется, то Армс, можно сказать, останется почти таким же. Это забавно. Бесстрашие. Заимело дополнительный интересный эффект. Вместо обычного усиления Mortal Strike'а, смертельного удара, теперь выпускается сейсмическая волна, которая наносит максимум 5 противникам на линии длиной 10 метров дэмэдж. Почему 5 противников, все такое прочее, и все крутится вокруг числа 5? Потому что Blizzard хотят сделать игру таким образом, чтобы большинство АОЕшек, большинство каких-то кливов работало только в 5 таргетов. Тем самым, они хотят просто-напросто ограничить АОЕ потенциал некоторых классов. Касательно опустошителя, ну, тут абсолютно всем проходит дэмэдж. Смертельное спокойствие немножко переработали, а именно то, что это юзабельная кнопка, которая 4 следующие способности режет в виде затрат на 100% ярость. При этом еще имеется пассивный эффект, который разгоняет наш максимальный запас ярости на 30. То есть, если у вас есть проблемы в плане траты основного ресурса, то можно взять смертельное спокойствие, и при этом вы будете иметь максимум ярости 130 вместо привычных 100. Это, конечно, все интересно, это, конечно, все весело, но каких-то таких прям вау-изменений не было найдено. Ну да, боевой запал сам по себе немножко изменен. То есть, если рассмотреть БФА и его версию, то Вихрь наносит на 10% больше урона, а также поражает вашу основную цель мощным ударом. Тут же просто-напросто обычное поражение мощным ударом, то есть никакого увеличения дэмэджа. Кровопролитие также работает на 25%. Верная победа хилит на 30% вместо 20%. Ну, это уже было сказано в рассмотрении протспека. Что еще можно высказать тут? Ничего такого уникального не придумано для армса. Грустно ли это? Не знаю. А, ну еще и сопутствующий ущерб на 30% регенит ярость вместо 20%. Но мы прекрасно помним, что какие-либо проценты, какие-либо цифры дэмэджа могут поменять. И в итоге сопутствующий ущерб будет вновь регенить 20% ярости. Как говорится, поживем, увидим. Ну что ж, воин полностью рассмотрен. Общие изменения, защита, неистовство, армс. Как вы играете в этих ддспеках, я не понимаю. Ну да ладно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, не забывайте о ссылочках в описании. С радостью готов с вами обсудить различные нововведения в этих классах, изменения талантов и прочие всякие фишечки. Берегите ноги. До скорого.